ребята всем привет напишите пожалуйста как не слышно как видно так вижу амиран привет юлия к нам алина присоединилась отлично сейчас тогда алина сразу добавлю и начинаем так видно слышно отлично алло всем привет алина привет привет как дела здорово ты очень оперативно добавилась я рад тебя видеть сегодня на нашем эфире я ребятам тогда расскажу коротко что мы сегодня обсудим сегодня у нас эфир в общем посвящен международным возможностям а именно карьерным возможностям то есть если вы интересуетесь темой трудоустройства за рубеж на какую-нибудь интересную компанию гугл майкрософт вот и тогда и в принципе если у вас есть в мыслях да там устроиться на работу за рубеж и все что связано с переездом и так далее какие зарплаты вот про это мы сегодня с алиной будем разговаривать алина я тебе представлю тогда чуть-чуть коротко потом ты про себя чуть подробнее расскажешь в общем алина помогает специалистам специалистам разного плата да я так понимаю это в основном эти специалисты в трудоустройстве в зарубежные компании алина сама работает в гугл в польше вот она сейчас по себя чуть расскажет а перед тем как мы начнем задавайте пожалуйста свои вопросы прямо в эфире чтобы вам было бы интересно узнать о трудоустройстве за границу по переезду за границу по особенностям работы зарубежных компаниях по разным странам да потому что там есть своя специфика и мы на ваши вопросы сегодня будем отвечать алина передаю тебе слово спасибо хорошо хорошо спасибо большое что позвал буду рада сегодня с вами пообщаться наверное маленький дисклеймер что я я не в польше я в лондоне работаю живу вот но в польше я тоже работала могу тоже про это рассказать как переезжать из страны в страну вот если еще еще один небольшой дисклеймер то я сегодня выступаю не от компании гугл как бы скорее как основатель своего проекта и проектом сейчас я занимаюсь занимаюсь ну и занимается основа моя команда но вот у нас есть очень много программ которые собственно помогают людям устраиваться за рубеж вот и мы работаем давай я тогда наверное расскажу по ходу пьесы задавай мне все вопросы останавливай где что интересно и вот я вижу уже какие-то первые вопросы прошли пошли пошли про джунов так далее а я сама да я сама вообще как бы родилась в новосибирске выросла закончила новосибирский госуниверситет но у меня была совсем не айти специальности и меня немножко я всегда как бы хотела попасть в скажем так что то что создает продукты для людей то есть это не звучало как вот айти да а именно звучало как наверное продукты интересные и тогда я пошла попала в бизнес школу поступила в санкт-петербурге то есть там попал на стипендию и после двойного диплома собственно я училась второй второй диплом делала в гонконге в институте в hong kong university of science and technology и после этого я собственно попала в google сначала попала в польшу а потом попала в лондон в youtube то есть я сейчас работаю в youtube и и занимаюсь именно запусками новых продуктов и любой продукт да вот мы сегодня будем говорить про дизайн но любой продукт он состоит из многих частей и там нужна команда специалистов и разработчики и дизайнеры и собственно там продакт менеджеры и те кто этот продукт будут на рынок выводить и вот я скорее я скорее про именно вывод продуктов на рынок то есть я скорее про запуски и про то как как бы например там новые какие-то штуки запускать но помимо этого есть собственно у меня вот этот проект который два года начала как просто такую менторскую практику а сейчас это уже разрослось в проект где больше даже команды работает это именно про помощь людям устраиваться за рубеж как русскоязычным так и нерусскоязычным и вот у нас то есть сначала это в основном были продакт менеджеры у нас очень много кейсов интересных продакт менеджмента чисто вот продакт менеджеров но есть и стали вот появляться да кейсы дизайнеров и разработчиков и как бы бизнес-специалистов поэтому мы как бы по всем сразу работаем вот наверное это вкратце а как давно ты занимаешься менторством получается два с половиной года как официально но до этого я очень много то есть как это все началось началось это все с того что я просто помогала всем знаешь устраиваться на работу вот друзьям знакомым там правила cv там не знаю портфолио какие-то помогала составлять у меня было хорошо с английским языком и я помогала но это была одна из частей которые я хорошо знала вторая часть это наверное то что в бизнес-школе у нас были у нас было что-то типа как курсов по тому вот именно по устройству на работу то есть в российском в российских университетах такого наверное ну практически не делается я приехала в гонконг первую неделю нам показывали как писать cv как себя как бы позиционировать работодателю и так далее то есть ну очень редко это делается у нас и я помню свои тогда как бы удивленные глаза когда я смотрела со мной рядом сидели мои однокрупники и я понимала что опыта на самом деле у них не намного больше чем у меня или там у них не настолько все может быть они настолько знаешь как ну прокачаны по каким-то вещам но вот они очень хорошо себя позиционируют и я с тех пор поняла что как бы на самом деле надо ну ты можешь быть очень очень крутым спецом но можешь где-то не до рассказать о себе и это может стоить тебе работы мечты например поэтому это такой был главный вывод там меня этому научили плюс еще я давно занимаюсь всякими образовательными слэш карьерными штуками то есть еще в универе я когда училась я делала кейс чемпионаты и делала карьерные конференции там я очень много отсматривала профили людей то есть я набивала руку на то чтобы отсматривать как бы как люди вообще себя там не знаю даже вот CV банально пишут да резюме и там очень много этого очень много этого опыта было накоплено который потом захотелось просто передать естественным образом я начала это делать сама потом появились другие менторы потому что я не могу покрывать как бы все сферы да и вот вырос выросла такая тема как менторская комьюнити здорово а ты сама устраивалась на работу после университета я сама устраивалась поэтому я очень хорошо знаю почему я еще так знаешь болею за всех людей которые хотят там куда-то переезжать или даже просто не хотят переезжать а просто вот работу ищут я помню как я устраивалась на работу как это было тяжело я устраивалась без опыта и вот там был вопрос про джунов то есть у меня я сожду выلم я проезжал и мне нужно было очень хорош вот это 운� 포인, ну вот так ну вот это был проект навык, который надо было делать. Потому что я проходила этот путь сама, я очень хорошо знаю эту боль, и мне легче помогать людям. Я очень эмпатично отношусь к этой потребности. Могу рассказать подробнее про мой путь, условно, с половиной лет назад или когда это было. Да, давай об этом поговорим, так ребята будут представлять, с чем примерно можно столкнуться, в частности, при устройстве крупной компании международной. Ну, я бы сказала, что, во-первых, есть очень много будет здорово, если перед тем, как вы начнете, задумаетесь устраиваться куда-то, будет здорово пообщаться с тремя-пятью людьми об их опыте, потому что у каждого опыт разный, и то, что, например, кому-то было тяжело, а кому-то было суперлегко, это еще ничего не значит. То есть лучше пообщаться, все, скорее всего, устраивались в разные компании. То есть кто-то мог устроиться в стартап, кто-то мог устроиться, не знаю, в фейсбук. И у этих двух людей опыт мог быть совершенно разный. Это первое. Второе... Сейчас я буду так обобщать, да, немножко. Давай, давай. Если ты дизайнер, да, тогда ты идешь и ищешь трех дизайнеров, которые уже работают за рубежом, да, и прошли этот процесс, ты с ними просто общаешься, спрашиваешь, как дела, как у вас там, что у вас там было, ну, вот, какие были сложности и так далее. Да, я бы сказала, это первый, знаешь, бесплатный шаг, условно тебе он, да, ну, он стоит твое время, но он не стоит тебе никаких денег. Это первоначальный ресерч. Если у тебя нет таких людей, то можно это почитать на, не знаю, условном, на условном хабре, еще на каком-нибудь ресурсе на vc.ru, еще где-нибудь, где люди рассказывали о своих историях переезда. Историй очень много, они все разнообразные, то есть на основе одной истории, что кому-то было вот тяжело, да, не надо делать выводы, потому что, может быть, тебе будет легко, и ты об этом еще не знаешь. Это первый момент. Второй момент, наверное, один из самых больших блокеров, два, наверное, блокера есть для нас, как вот русскоязычных людей, да. Первое – это паспорт, второе – это слабый английский язык. Почему говорю про паспорт? Я не говорю, я бы не сказала, что это блокер, но это такой утяжелитель, как бы, устройства. То есть обычно, если ты гражданин с европейским паспортом, да, ты можешь легко там устроиться в европейскую страну или, ну, по крайней мере, у тебя список этих стран, он гораздо больше. В случае с вот паспортами стран бывшего, ну, или там со странами СНГ, да, не все, то есть тебе нужна виза и спонсорство. Соответственно, лучше всего думать заранее о том, что как мне переехать и какая страна меня, как бы, примет с большей вероятностью, да, и в разных странах есть разные варианты. Например, есть Германия, которая выдает голубые карты, и люди очень хорошо туда переезжают, если особенно есть профильное образование, и у них есть такой, как бы, запрос на специалистов вообще широкого профиля, да, по всем, как бы, специальностям, они, ну, вот, очень много людей и знакомых, которые переехали туда именно вот с голубыми картами. Есть, например, Великобритания, которая, в которую там нужно, ну, условно, нужно найти спонсора, но если ты нашел спонсора, то ты, в принципе, можешь пять лет здесь прожить и получить постоянное место, там, ой, господи, вид на жительство, а потом вообще гражданство. И тебе не нужно там отказываться от русского, российского гражданства. То есть много, короче, разных вариантов, которые тоже стоит поресечить. Поэтому я и говорю, поговорите с людьми, да, заранее, и вот узнайте, то есть, возможно, у них был какой-то свой вообще третий вариант. В Европе делают в целом визы, наверное, тяжело переезжать сейчас, особенно в Штаты, то есть со Штатами действительно тяжеловато, но это не значит, что это невозможно. То есть у нас тоже есть, у нас вот на менторских программах была пара человек, которые делали себе, например, визы по таланту, да, так называемые. Соответственно, я вот вижу тоже вопросы, но потом к ним вернемся. То есть подумайте про страну. Страна может зависеть там от паспорта, может еще зависеть, ну, банально от ваших личных желаний, да. Еще есть такой вариант, у нас распространен вариант, что люди, ну, допустим, если они в паре там с кем-то, да, то, например, один из членов семьи переезжает, и второй переезжает за ними. И такой вариант тоже есть. То есть если вы, как бы, переезжаете парой, иногда даже это легче, потому что второго, например, второму автоматам дают визу, где он может работать, как бы, в любом месте. И третье, то, что я сказала, это язык, да, то есть чтобы работать, нужен хороший английский. И это, как бы, такая вещь, которую тяжело обойти. То есть в любом случае подумайте, может быть, вам стоит инвестировать в английский побольше, может, вам стоит там взять репетитора, не знаю, может быть, то есть если вы задумались реально о переезде, то английский это, как бы, ваш там топ-1, наверное, навык, который вам нужно будет прокачать. Ну, помимо портфолио, безусловно, и так далее. Может быть, вам, как дизайнеру, это будет менее критично, чем, например, бизнес-специалисту, да, потому что там аккаунт-менеджер, не знаю, специалист по общению, да, то есть им нужно много общаться. Может быть, в дизайне это будет менее критично, но тоже важно, потому что есть, общение с людьми всегда есть, да, там общение с командой есть, общение с клиентом есть. Как бы, знание рынка тоже локального, оно вам может, или, скажем так, знание каких-то норм, не знаю, работы, оно тоже может вам пригодиться. То есть в этом всем нужен будет язык. Ну, и то есть вот это вот какие-то такие базовые вещи, которые можно как чек-лист себе записать, да. Я бы не сильно, наверное, стопорилась на моменте про паспорт, потому что лучше, как бы, начать подаваться, начать отсылать свои портфолио, CV, как бы, в компании и попытаться именно попасть на интервью. То есть люди, когда они видят вот ваше там CV, да, они, ну, условно, им легче будет вам сказать «да» или дать оффер, да, о предложении о работе, когда они вас уже будут знать. Поэтому часто самый большой такой блокер – это вот пройти вот этот этап скрининга, чтобы вас, как бы, пригласили на интервью, а дальше вы уже, как бы, своим профессионализмом, да, своей, как бы, экспертизой сможете их убедить в том, что вы классный специалист. Плюс, как бы, сейчас на нас работает, немного работает, если так можно выразиться, ковид, да, в какой-то степени, что можно рассмотреть вариант удаленной работы. Например, вы начинаете с команды как контрактор или, ну, человек на контракте, ну, там, человек на контракте, и потом они вас, например, перевозят как полноценного работника. Такой вариант тоже есть. Вот. Это если вкратце. Да, супер. Ты как раз ответила уже на вопрос, а что делать сейчас в этой ситуации с ковидом? На самом деле, да, нужно понимать, что это открывает, наоборот, большие возможности, да, и сейчас, мне кажется, более простой вход на этот рынок, можно работать удаленно. Ну, да, если, как бы, еще чуть-чуть, что называется, как бы, раскрыть эту тему, то есть сейчас что большое изменение? Большое изменение в том, что вы не можете интервью ироваться, как бы, ну, приехать в офис, условно, и делать он-сайт интервью. Но в остальном очень многие команды, компании работали удаленно и до ковида. Да, сейчас просто у всех толерантность к этому повысилась в разы. И, соответственно, люди, ну, как бы, ну, спокойно к этому относятся. У нас был кейс, да, вот если говорить про кейсы, недавно девушку наняли, как бы, команда сама в Амстердаме, девушка в Мадриде. И, ну, ее, она русскоязычная тоже, там, по, как бы, личным обстоятельствам она там живет в Мадриде, но вот ей нравится там жить. Но она спокойно может оставаться жить в своем городе, где ей нравится, у нее там свои, не знаю, уже устаканившаяся жизнь, но команда сама, например, ее спокойно взяла работать в Голланд... ну, как бы, условно, в голландскую команду, вот. Работа на английском. То есть язык, если говорить про, вот, нужен ли вам локальный язык, ну, вот в более-менее международных там компаниях, стартапах даже второй язык иногда не нужен. Если есть, как бы, у них культура работы на английском, то вас спокойно возьмут. Особенно, там, не знаю, в компании в Берлине, в Голландии, ну, в Великобритании, понятно. Есть также стартапы, там, условно, в Барселоне, в Испании, в Лиссабоне, вот, мы устраивали человека, там, все, как бы, на английском. Поэтому работать без локального языка можно, но нужен английский. Расскажи, пожалуйста, подробнее вот про, ты сказала, два с половиной года вы уже занимаетесь менторством по трудоустройству. Какие, да, сколько у вас, какой у вас, короче, результат за этот период? Сколько человек через вас прошло? Ну, сколько устроилось там? Не знаю, какая география? Какие компании, если можно про это говорить? Ну, смотри, я не буду считать восемнадцатый год, потому что там я практически, ну, то есть мы так только начинали, а я еще, ну, как бы, мы там работали с менторами, то есть я его даже не буду считать. Девятнадцатый тоже первая половина у нас было как-то довольно тихо, а вот где-то с середины девятнадцатого до нынешнего, ну, считай, давай за полтора года, у нас было больше ста человек, которые точно как-то, ну, то есть что-то, короче, больше ста клиентов, которые делали что-то у нас. У нас есть либо, ну, вот, единоразовые консультации, например, человеку нужно там, не знаю, портфолио поправить или LinkedIn поправить или к интервью подготовиться, то есть вот такие консультации разовые и есть, программы и менторство, и трудоустройство, то есть менторство – это когда человек три месяца с нами работает и, как бы, сам там ищет работу, но вот ему нужно что-то прокачать, например, он там интервью прокачивает, да, и есть программа по трудоустройству, когда мы там прямо ведем человека до трудоустройства, и вот на программе по трудоустройству, в принципе, там, ну, процентов где-то 80-90 устроилось, да, те, кто именно хотели, 10% – это было два человека, которые с программы, как бы, ушли, да, по собственному желанию, там, по своим, как бы, то есть они решили не переезжать, условно, они начали с нами работать, и там через три, не знаю, занятия, они такие, я что-то передумал, но мы тоже сейчас думаем о том, как, как бы, лучше, вот, посмотреть, ну, как бы, как лучше оценить, насколько человек именно готов, потому что переезд – это дело такое, оно не всегда только про профессиональную твою жизнь, оно во многом про твою личную жизнь, у тебя могут какие-то личные вообще вопросы вылезти, которые мы, как менторы, можем не предсказать и не предусмотреть, поэтому, как бы, мы вот тоже смотрим на мотивацию, почему мы делаем, как бы, скрининг перед программой, мы смотрим на людей, готовы ли они реально работать, потому что работать иногда придется много, особенно, там, если ничего не готово, не готово, там, ни CV, ни портфолио, ни интервью, да, человек, например, ни разу не проходил интервью на английском, несмотря на то, что он может быть супер-купер спец, вот, супер, вот просто, не знаю, классный, замечательный, может быть, сложно ему это рассказать о себе, и вот тогда нам нужно, как бы, больше времени потратить банально на вот эти все, знаешь, там, интервью, вот. Окей. Какая география, куда устраивали и в какие компании? География, значит, география в основном Европа и какие страны, ну, это Германия, это Великобритания, это Австрия, Вена, это Португалия, Лиссабон, это Голландия, вот, я даже не знаю, как бы считать Мадрид или Голландию, это, слушай, вот в Германии еще, как бы, пару кейсов, в основном, как Германия пока что лидер, или, как бы, топ-две страны, Германия и Великобритания, наверное, потому что там, ну, как-то статистические люди, люди, что ли, больше туда хотят, и на английском языке, то, что там можно легко работать, плюс, как, ну, и жить, то есть, не обязательно там, не знаю, немецкий учить, вот. Еще в России мы устраивали много людей, но я, как бы, их даже не знаю, то есть, да, в России люди находили работу тоже. То есть, к тебе можно обращаться, если хочется устроиться компанией в России, да? Да, можно, в России, да, мы устраивали людей, мы, может быть, менее на это, там, ну, как-то фокусируемся на этом, но методики, наверное, будут очень похожими. Рынок немножко другой в России, и, например, как сказать, например, там, ну, условно, те вещи, которые нам надо делать для заграницы, там, не знаю, с английским, например, они для России не важны и не нужны, и в России, может быть, чуть-чуть по-другому будут действовать, то есть, на какие-то вещи меньше времени надо будет, да? Но в целом, как бы, а, Украина еще, да, вот, ну, то есть, там, Киев, вот эти, вот, Украина была, Казахстан тоже, но в Казахстане, у нас очень много как-то было людей из Казахстана, как-то так получилось, мы много работали, вот, тоже переезжали ребята. Супер. А какие специалисты? Специалисты все, ну, то есть, очень много продуктов, где-то процентов, может быть, 50, это все продукты, если даже, наверное, больше даже, процентов 60. Процентов где-то, ну, видишь, продукты, они же везде разные, то есть, кому-то, где-то продукт-менеджер, он будет такой про бизнес больше, где-то продукт-менеджер будет вот как раз с уклоном, например, в продукт-дизайн, и есть, вот, например, у нас, я просто счастлива, да, с этим кейсом девушки из Мадрид, да, она, у нее прямо было специализированное образование UX-ресерч, то есть, вот, UX, да, но у нее был не дизайн, у нее был ресерч, но он, как бы, такой у нее в итоге в роли, у нее все смешано, как бы, и дизайн, и ресерч, и, ну, то есть, у нее был бизнес-бэкграунд, она переучивалась, условно, на курсах, то есть, это вот к вопросу, может быть, твоим как раз ребятам актуально, что кто менял профессию, да, например, переучивался, ну, устроились в хорошие, как бы, стартапы. Если говорить про компании, это Amazon, прежде всего, очень, ну, как бы, туда попало несколько человек, это Apple, это, правда, не в дизайн, вот, это было бы очень круто, но нет, у них и дизайн, как бы, не в Европе. Это, значит, я тебе могу даже списка, у меня где-то список есть, и я вот его, к сожалению, вот перед глазами нет. Это, у нас на сайте это все есть, но это DataCamp, это такой стартап по образованию, по курсу, это стартап, который, это стартап по, как же они называются, я вот тебе, вот сейчас ты меня спросила, я начала вспоминать компании, это Miro компания, которая вот недавно, да, они подняли очень хороший раунд, это компания, вот, я забыла их название, они по-немецки называются стартап, тоже в Австрии, которые занимаются страхованием здоровья, они еще, ну, небольшие, но, как бы, наняли. Это Pandora, например, да, ну, компания Pandora, которая производит бижутерию, но у них очень большой упор, например, на, там, и коммерс сейчас, дизайн и так далее, в общем, они прокачивают эту тему, а потом MouseFlow, тоже стартап, а, вот, Дания страна, я забыла, как бы, туда мы устраивали человека. Это OLX, OLX это такой, как бы, европейский Авито, то есть он раз в 10 больше Авито, вот, то есть это, в основном, как бы, зарубежные компании. Вот, но это я так назвала, все, что, как бы, мне сразу в голову пришло, сейчас, если я список открою, там, наверняка, больше будет. Да, это, это прям очень конкретный список, я люблю, когда прям диалог строится на примерах. Смотри, давай поговорим, наверное, о процессе, вот, как вы помогаете человеку определиться с компанией, куда устроиться, и со страной, потому что, ну, выбор же реально гораздо больше, чем в России, да, там, и не все слышали, даже, там, часть из тех, из компаний по его списку, вот, но они, там, скорее всего, очень интересные, да, если туда народ переедет. Расскажи, пожалуйста, да, то есть на начальном этапе, что нужно сделать для того, чтобы понять, куда ты все-таки хочешь, где для тебя будет лучше. Ты знаешь, обычно мы всегда делаем бесплатную сессию, вначале такую, диагностическую, на полчаса, где мы людей мучаем вот этими всеми вопросами. И обычно, ну, процентов 7, ну, даже, скажем, 80% людей, которые к нам приходят, они примерно представляют страну. То есть, может быть, у них о стране немножко иллюзорное представление, например, они там, не знаю, видео где-то посмотрели или статью прочитали, но у них хотя бы есть вот этот ориентир. Мы потом заставляем вот этот первый шаг, типа, поговори с людьми, да, мы там заставляем потом находить, не знаю, людей, но страну, знаешь, люди выбирают как-то сами. Какие могут быть факторы? Они либо, например, либо у них переехали туда друзья, там, друзья, знакомые или там коллеги бывшие, они под давлением, ну, не под давлением, а видя вот этот пример, у них меньше страха, например. Они такие, о, я знаю, у нас был молодой человек, он уехал на очень высокую зарплату, в итоге, ну, как бы на хороший оффер в Португалию, в Лиссабон. Но он, когда к нам пришел, он грезил Берлином. Он говорит, это у меня в Берлине друзья, у меня там все уже, как бы, вот человек шел, как бы, на одну страну. И он собеседовался с немецкими компаниями, но так получилось, что одна немецкая компания, которая его собеседовала, открыла, как бы, новый, там, большой офис в Португалии, там, условно туда, там, всех, все ресурсы, короче, перевела туда. И вот он, как бы, он такой думал, да, может, я потом такой, да, ну, эту Германию, мне же Португалия больше вообще нравится. Ну, то есть, вот так получается иногда. А кто-то, например, девушка у нас была, она из Австрии, и она вот, мы, как говорим, ну, смотри, она говорит по-немецки чуть-чуть, ну, то есть, ей, как бы, немецко-говорящие страны были вроде как окей. Но она говорит, нет, я хочу жить в Австрии, и все, вот, не могу, вот, мне нравится Вена, и вот это вот мой город, я хочу тут найти работу. Ну, мы подумали, ну, это довольно челлендж, потому что, ну, как бы, рынок Вены, он, там, меньше, не знаю, в много раз, чем рынок Берлина, например, да, в Берлине очень много стартапов, вот, устраивайся, не хочу, и они ищут активно, да, людей, им нужны классные люди. Но, вот, мы помогли именно с Веной, и хотя это было, там, да, ну, как бы, неочевидно, нам даже самим мы думали, получится, не получится, но мы взялись, и вот получилось. То есть, как бы, страну люди обычно знают сами. Я так много рассказываю, но давай вернемся к вопросу про этапы, да, вот страну, как бы, обычно есть какое-то желание. Плюс, как еще можно страну определить, это посмотреть открытые вакансии. То есть, вы, например, думаете, что вам, не знаю, вы хотите жить, не знаю, в одной стране, там, условно, во Франции вы хотите жить, да, например, рядом есть Швейцария, в которой очень классные, очень большие зарплаты, очень и небольшие налоги, да, и вы, когда там сравниваете предложения, вы начинаете смотреть, ой, да, вообще-то, как бы, мне больше Швейцарии нравится, едете, например, в Швейцарию в итоге. То есть, изучение, как бы, рынка, да. Еще, какие вопросы мы задаем, вот, давай так, пройдемся по вопросам, которые мы задаем. Если вот вы к нам, например, придете, или там ты своих ребят будешь спрашивать, да. Следующий вопрос – это какая компания по размеру. То есть, вы хотите в корпорации работать, в которой там много ресурсов, там, большие проекты, но при этом вы там отвечаете, скорее всего, за маленькую часть, да, и там делаете, ну, как бы, это не весь там дизайн, например, уже, скорее всего, там есть и концепты, или там дизайн-система есть, или еще что-то, то есть, это, скорее всего, как бы, вообще другая история, и куча процессов, да, то есть, там не разойтись в, как бы, так, знаешь. И есть стартапы, да, где, как бы, меньше всего настроено, меньше стабильности, но зато есть, как бы, где разгуляться, то есть, на этом можно классный кейс сделать себе, как дизайнеру, например, или как продакт-менеджеру, и быть там просто, не знаю, сделать вообще звездный кейс самостоятельно. То есть, вот этот вопрос, где, как бы, выходить, и это очень личный вопрос, потому что кому-то, вот, кому-то не нужны, там, не знаю, условно, новые какие-то горизонты самому, знаешь, прямо, вот, вспахивать поле, да, а ему, например, нужно с стабильной компанией работать, и, например, кто-то говорит, я хочу пойти поработать в условном Гугле, или Фейсбуке, или в Амазоне, потому что я хочу научиться процессам. И это тоже нормальная мотивация, то есть, вот, это окей, то есть, подумайте об этом. Опять же, да, там, в корпорации придется разговаривать с десятью людьми, чтобы вообще, там, не знаю, кнопочку устретить, да, в сортапе ты такой нарисовал кнопку сам, в общем, ну, я преувеличиваю, да, очень преувеличиваю, но, условно, ты сделал... Навык коммуникации прокачивается сильно. Да, навык коммуникации, то есть, вот, есть вот эти штуки, которые, как бы, на первый взгляд, они кажутся, да, мне не важно, мне главное работу найти. Но мы, вот, например, хотим, чтобы вы работу нашли, переехали, чтобы вам было там хорошо и комфортно, да, вы же не просто так всю свою жизнь меняли, чтобы переехать и делать, а бы, да, какую работу, да. Хочется получить, ну, приехать и получить реально оффер и проект, который вам будет нравиться. То есть, за этим люди и переезжают, а не потому что там... ну, то есть, вот это хорошая мотивация к переезду, хочу хороший, там, интересный проект. Вот, и последняя... А, еще, наверное, вещь, которую я всегда задаю на, вот, в первой, при первой встрече. А что ты хочешь делать через 5-10 лет? Вопрос, ну, такой банальный, примитивный, из таких интервью, как бы, но на самом деле вопрос, он про то, а какой шаг после этого ты хочешь сделать? Потому что, чтобы свой следующий шаг понять, да, например, шаг номер 2, нужно понять, а куда шаг номер 3 тебя приведет? Потому что, если ты, например, хочешь стать именно крутым вот экспертом, да, то есть, есть какие треки? И ты, наверное, даже лучше меня их можешь рассказать, но, как бы, есть вот трек, да, например, я хочу развиваться как эксперт и погружаться именно в эту тему. Да, тогда, как бы, давай пойдем, например, такую, ну, условно, в дизайн-centric организацию, да, например, где, там, эта часть важная бизнеса и так далее. Есть, на самом деле, компании, которые зарабатывают очень много денег, которые суперуспешные, но дизайн там, например, не является такой вот святым граалем. То есть, как бы, люди, ну, то есть, дизайн нужен, как бы, там, для, вот, не знаю, для того, чтобы инженерный продукт классно функционировал, или, там, не знаю, какая-то другая штука классно функционировала. Вот, а кому-то нужно, например, я хочу быть, хочу управлять командой. Хочу управлять командой, расти как, вот, people-менеджер такой, ну, это другая история. И тогда мы сразу, как бы, следующая, какая, вот, вот, твой следующий, как бы, шаг должен идти с вот этой вот мыслью в голове. А что я хочу? Вот, я так долго говорила. Это, как бы, прописать свое собственное видение, да, и не на только, не только на ближайшую, да, позицию, но еще и посмотреть чуть-чуть дальше, да, это, как бы, такое, за цель, что ли, да, это можно назвать. Ну, в идеале, да. Классный лайфхак, потому что может казаться, что переезд в другую страну – это, как бы, финал. Вот, раз это финал, тогда сознание воспринимается, понимать то, что это все конец, короче, и ты начинаешь подсознательно реализацию этой цели отодвигать. Поэтому лучше всегда ставить за цель. И еще за ней цель. Вот. Значит, по поводу видения, да, тоже я бы обобщил здесь. То есть первое – это, ну, вообще, спросить для начала, да, кто, куда, как устраивался, какой опыт получил и так далее, где реально, где нереально. Это просто, как бы, прощупать рынок. Вот. Потом написать, прописать, что конкретно ты хочешь и как ты хочешь. Вот здесь я выделяю всегда моменты, как ты хочешь. И здесь еще, кстати, такой момент, что нужно прописать не только по поводу работы и того, в какой компании ты хочешь работать. Ну, в смысле, тип компании, там, как брат, или там, стартап, там, с командой, без команды, удаленно, неудаленно. Но еще и про страну. Абсолютно, да. Потому что это вообще, это же другая, короче, какая-то вселенная. Получается, это другой опыт, там другие культурные особенности. И вот, кстати, вопрос из этой серии. Сталкивались люди с какими-то психологическими проблемами после переезда. Ну, это называется же культурный шок, да? То есть ты приезжаешь и приехал такой, ну, месяц живешь вроде на вдохновение, а потом второй месяц такой, блин, да они тут, короче, все по-другому делают. И начинаешь хотеть домой. Были такие истории? Слушай, были, но не у наших, наверное. Вот у наших ментий, наверное, нет. Я потом еще свою историю расскажу. Но вот сразу есть пара, например, у меня таких, ну, как знакомых, условно, русскоязычных экспатов, которые потом вернулись. Например, там им предложили более интересный какой-то проект в России или кто-то, вот, знаешь, такая, может быть, как сказать, неочевидная тема, но кто-то возвращается, ну, вот из-за личной жизни многие возвращаются, да, и либо возвращаются уже там к существующей, да, там какой-то личной жизни, либо потому что вот им тяжело, например, здесь, например, ну, друзей заводить или просто себе какое-то, ну, вот они не чувствуют себя именно своими в плане, вот, в плане, как бы, окружения. Что касается, наверное, моей истории, я, при том, что я жила в четырех, получается, странах, я, как бы, в студенчестве я много ездила, и для меня, в принципе, культурного шока, наверное, не было. Ну, да, там они, не знаю, вот я в Лондон переезжала, о, ну, там, жилье у них по-другому, там, не знаю, работает, цены другие, там, не знаю, все там супердорогое, ну, то есть какие-то вещи, ты там привыкаешь, тебе время требуется. Ну, вот, наверное, когда ты переезжаешь, в смысле, у нас совсем, вот это совсем другой переезд, то есть те, например, кто, например, там, ездил поучиться и потом возвращался, как бы за границей воспринимается, как такое веселое приключение. Ну, ты там на полгода уехал, классно, ну, например, ты студент, или ты там на проекте, и тебе кажется, что, ой, да, вот все вообще, оно мое, там, буду так жить. Когда ты, вот, переезжаешь в смысле насовсем, это немножко другое чувство, потому что вот тут до тебя доходит, что это как бы насовсем, и тебе нужно как-то с этим, да, жить и свою жизнь обстраивать. У меня был какой-то момент, у меня было, наверное, два чувства. Первое, это ты всегда, вот, какой бы ты осознанный не был, сейчас уже, конечно, меньше, но я переезжала как бы моложе, словно после, там, магистратуры, ты всегда, там, как-то пытаешься себя сравнить. И у тебя начинает вот этот вот сравниватель работать. А вот мой друг Ваня в Москве или, там, не знаю, в Новосибирске или в Питере, вот они-то уже, там, главы департаментов или, там, не знаю, руководители команд, а я-то еще начинаю тут. Ну, то есть, условно, ты немножко, когда ты переезжаешь, ты можешь чуть-чуть потерять в уровне, там, или в опыте, это не страшно, потому что ты потом нагонишь. Плюс, как бы, широта рынка, она, ну, компенсирует тебе то, что, ну, там, пару лет, ну, это не катастрофа. Но первое, работает сравнивать, ну, такой уравнитель в голове, типа, как я, а как же вот они, а как же я. И, как бы, ты себе пытаешься, знаешь, психологически оправдание, как бы, своему поступку выставить, потому что чаще всего в переезде все меняется. Оно неплохо, нехорошо, оно просто по-другому. Вот просто по-другому. Там, другие, какие-то вещи хорошо, лучше, какие-то вещи хуже. И это не страшно, это просто по-другому. Но первый, как бы, момент у тебя работает вот это вот, а что бы, если бы я остался, например, да. А второе, наверное, ну, у каждого свои личные, как бы, штуки вылезают. То есть, мне кажется, если вот эмиграция, это такой хороший психологический, наверное, тест. Он сравни, сродни, ну, одно, наверное, из самых больших психологических потрясений. Опять же, зависит, как ты приезжаешь. Но если ты приезжаешь, например, у тебя там нет друзей, или там, ну, надо заводить новых, надо как-то, в общем, новые себе, например, профессиональную репутацию ты себе построил там в России, да. А потом ты переезжаешь в условный Берлин или Лондон, и никто тебя не знает. И тебе надо делать все заново. Это кажется ой страшно, потому что ты себе, как бы, должен, знаешь, переизобретать себя заново. Но при этом все это очень классный опыт, потому что потом ты внезапно обнаруживаешь, что твое, что не твое, что, как бы, тебе, ну, привнесенное. И новую, вот, профессиональную культуру тоже по-другому, как бы, воспринимаешь. Что-то получается сразу, что-то нет. Наверное, если говорить про профессиональную деятельность, да, сферу, то вот, ну, условно, русскоязычным ребятам не всегда легко дается, наверное, вот так называемые вот эти soft skills, да, международные, потому что они просто по-другому, как бы, работают. То есть они немножко другие, там. У нас нет такого понятия, как small talk, вот это вот просто разговор, как бы, ни о чем, там, на поверхностных темах, да. Для нас, если мы даем обратную связь, мы говорим, так, это все плохо, переделывай. Да, как дают обратную связь за границей? Ну, смотри, вот это хорошо, вот это хорошо, вот это можно переделать, а вот это было очень хорошо. Ну, то есть это такой, как бы, сэндвич, так называемый, да. И многие здесь, как бы, русскоязычные воспринимаются как очень жесткие люди, очень жесткие профессионалы, они, там, не сходятся по культурным каким-то вещам, а мы просто другие, да. И у кого-то из русскоязычных есть вот эта вот тема, ну, они слишком все мягкие, там, ну, мягкие в плане, что они не называют вещи своими именами, типа, ну, это же плохо, да, там, это же сделано плохо, ну, они, там, люди гораздо мягче, там, здесь дают тебе обратную связь. Это правда. Ну, то есть, как бы, чтобы не обидеть, да. Окей. Да. А в каких странах ты уже успела побывать, и какие у тебя были, не знаю, изменения, какие софт-скиллы ты прокачала? Хороший вопрос. Первый раз, когда я вот попала, наверное, я это так, знаешь, обобщенно назову англо-саксонская рабочая культура, потому что, я бы сказала, есть азиатская такая культура, да, и есть вот, которая, кстати, может быть, ну, то есть, у нее свои, там, особенности. И вот англо-саксонская, это что касается, там, Западной Европы, Америки, тут, как бы, наверное, они примерно одинаковые. Что касается софт-скиллов, первое, я бы сказала, такой, не кажется, что это софт-скилл, но, как бы, умение писать и в письмах убеждать кого-то, это прям софт-скилл, которому надо учиться. То есть, условно, не просто я написал письмо, а как ты своим письмом кого-то убедил, чего-то добился, сказал, что, да нет, мы, то есть, ты не написал, нет, все плохо, переделывай, да, а ты, как бы, вот, например, сказал, ты объяснил аргументированно, да, и после этого письма последовало какое-то действие. То есть, это, наверное, первый. А второе, это, конечно, общение, презентации. Мне, наверное, было легче, потому что я, ну, вот, я в целом, мне нравится там выступать, презентовать и так далее. Кому-то это очень тяжело, и у кого-то прямо блокер, еще потому что у кого-то, например, есть акцент сильный, да, и люди психологически там себя, как бы, знаешь, как сказать, одергивают. На самом деле не надо этого делать. У всех тут сильный акцент, и даже у самых крутых там экспертов может быть тяжелый акцент. Ничего страшного, вообще идите и делайте. Вот вообще все нормально. Наверное, вот, обратная связь. И третья, ну, четвертая, наверное, последняя, это на самом деле, я бы сказала, что у нас, ну, как бы там, в России, в наших вот странах нет такого, как бы, скилла, как построение карьеры. Да, если ты идешь работать в большую компанию на Западе, то вот этот скилл, как бы, тебе понадобится. Поэтому там к нам, например, приходят люди, которые уже устроились, но вот у них карьера не идет. И они такие, я не понимаю, что мне надо делать. И вот мы с ними садимся и разбираем вот эти вот вещи, и потом оказывается, что они там, не знаю, считают, что, ну, в общем, не то, что считают, но то есть условно, что проблема вот в этих софт-скиллах, что нужно чуть-чуть, как бы, по-другому общаться, потому что, ну, люди здесь по-другому общаются. Вот, а с ними самими все нормально. То есть как с экспертами, как с профессионалами, с ними все нормально. Вот. В чем отличие азиатской культуры, рабочей, от англосаксонской культуры? Это же получается, была и там, и там, и там, ну, как бы, нужно же прям подстроиться, потому что это же все разное. Я тоже работал и там с азиатами, и с американцами, и с немцами и так далее. Они разные там с арабами, с азаралитянами. Вот. Как себя вести? Какие ценности, короче, у них больше всего преобладают в работе? Вот это, наверное, важно. Я бы сказала, опять же, мой опыт ограничен. Я на эту тему лучше посоветую книжку почитать. Она называется The Culture Mac. И она, наверное, вот, она очень хорошая на эту тему. Есть еще так называемая теория Ховстеда про культуру, как бы. Я ее не очень люблю, и вообще, как бы, я не люблю обобщать, потому что все равно все зависит от конкретного человека. Но это такой хороший базис, знаешь, чтобы просто немножко себя, ну, какой-то контекст получить. Мне все же кажется, что это, вот, зависит от конкретного человека. То, что, если говорить про азиатскую культуру, мне кажется, очень важная такая концепция в азиатской культуре это не потерять лицо. То есть, если, как бы, что-то происходит, то мы все делаем вид, что, как бы, все нормально. Ну, то есть, как бы, нельзя человек, нельзя, в общем, делать так, чтобы человек терял лицо. То есть, там, публично критиковать или делать так, чтобы, как сказать, ставить человека в неудобное положение. Скажем так, человек будет от этого, люди от этого всеми способами уходят. То есть, у нас, в принципе, все там, ну, как-то открыто очень говорят, а в азиатских культурах то, что я работала, как бы, это важная вот тема. Вторая тема, это, наверное, я бы сказала, что чуть меньше инноваций, да, вот такой вот, кстати, мне кажется, у нас один из самых креативных таких, знаешь, умов вот на эту тему. У них чуть меньше инноваций. И, на самом деле, у западных, как бы, ну, вот у европейцев тоже инновации или каких-то прорывных вещей. Их может, ну, то есть, вот у наших их довольно много, по крайней мере, то, что я встречала. И у них, ну, то есть, вот плюс свой, как бы, культурный такой код общения, который можешь не всегда, он от страны к стране может отличаться. И плюс еще стоит, наверное, брать в контекст, что в самой, там, в стране происходит. То есть, скажем так, в регионе, то есть, кто с кем там дружит, кто с кем не дружит, ну, это, там, вот праздник, например. В больших компаниях есть, делают такие тренинги, которые называются, ну, и вот даже в небольших компаниях, они называются unconscious bias, да, тренинги про неосознаваемые твои предрассудки про кого-то. Например, ты, там, не знаю, работаешь с русским, да, и будешь считать, что он такой грубый и прямолинейный, а на самом деле человек может... Стереотип такой. Да, стереотип. Или что ты работаешь с англичанином, а англичане, они довольно сами по себе все такие отстраненные ребята, что вот он обязательно будет отстраненным и как бы не заинтересованным. На самом деле, это может быть не так. То есть, все всегда в конкретном человеке, в конкретной команде, компании, руководителе. Не зря люди говорят, что, ну, как бы уходишь не от компании, а от руководителя. Ну, есть такая тема. Вот. Благодарю, что поделилась. Давай тогда, ну, можем же еще пообщаться, я думаю. Да. У нас, смотри, есть два варианта. Первый, это перейти вплотную к ответам на вопросы. И второй вариант, это чуть-чуть раскрыть побольше тему, как устроиться на работу. И там конкретный вопрос, например, это что нужно подготовить, да, то есть, какие вещи у тебя должны быть сильными для того, чтобы повысить шансы, что тебя возьмут. Это такая большая тема, но мы ее, мы ее даже на всяких бесплатных вебинарах рассказываем где-то примерно за час-полтора, но постараюсь вкратце. Чтобы начать поиск работы, мне кажется, нужно две вещи. Первое, это сильное резюме или портфолио. Ну, ну, то есть, вместе лучше это все, да, то есть, сильный пакет, условно, доказательства их предыдущих достижений. И если вы куда-то подаетесь, то лучше, ну, спросите совета у кого-то, может, у консультанта по CV, может быть, у друга, который уже устроился, но тема с написанием там именно CV, она вообще по-другому в CV пишет, то есть, вот тема с Headhunter вообще не пройдет, то есть, забудьте про Headhunter, это как бы нет. И то же самое про портфолио, то есть, нужен кто-то, чтобы вас по ревью чуть-чуть, какой-то, ну, эксперт. Вторая тема, которая нужна, которая лучше всего работает и эффективней, ну, вот, например, у вас готовы там CV и портфолио, и вы такие счастливые пошли, написали десяти компаниям, и ни одна не отвечает, да, потом вы такие думаете, что это мне никто не отвечает, я же классный, потом вы еще двадцати компаниям написали, уже двадцать, снова никто не отвечает, потом еще двадцати, и так тридцать, сорок, пятьдесят, и никто не отвечает. Попробуйте начать с тех, как бы, контактов, которые уже у вас есть, то есть, именно попадать в те компании, где у вас есть знакомые. Во многих компаниях есть так называемые реферальные программы, когда человек кого-то реферит, рекомендует, и ему иногда за это дается бонус, или просто, ну, как бы, там, не знаю, спасибо от начальства, или просто в целом, как бы, команда кого-то ищет. То есть, что в России, на самом деле, это для России тоже работает, люди упускают такую вещь, как вот эта сила слабых связей, она на самом деле приносит иногда магические результаты. И это не значит, ну, нетворкинг, это тоже отдельная тема, но, как бы, не занимайтесь таким токсичным нетворкингом, да, что ей там всех доставать, а вот именно если строить правильную сеть контактов, давать людям какую-то ценность, люди будут приходить к тебе, да, за какой-то ценностью, то они тебе, скорее всего, потом помогут. И вот начните там, не знаю, вот у вас 3-5 контактов за рубежом, сколько есть, начните с них, попросите их порекомендовать вас в своей компании, или спросите, если у них там нет сейчас открытых позиций, скажите, я вот рассматриваю, имей меня в виду, да, может у него нет сейчас позиций, но через месяц появится. Второе, это люди, с кем вы учились, да, с кем вы учились, с кем вы работали, да, то есть второй круг. Дальше, там, есть люди, например, они такие коннекторы сами по себе, то есть у них уже много связей самих по себе, или они там живут за рубежом, или, ну, вот даже вот ищете работу в другом городе, или просто в России, да, общаетесь вот именно с этими людьми, которые, возможно, они там пост делают у себя на странице, возможно, еще как-то, но они рассказывают о вакансиях, которые как бы теплые, то есть они с подходом через какого-то человека. Это гораздо эффективнее, чем апплайты просто на сайте. Тем более, если вы переезжаете, то это, ну, в общем, это гораздо более выгодный вариант, потому что компании всегда легче нанять кого-то из страны, нежели перевозить вас, но вам нужно доказать, что вы классный и вы достойный, а вы, скорее всего, достойный, вы, скорее всего, классный, нужно, ну, как бы, просто это нужно доказать. Вот. Это такие два, как бы, хорошие, ну, как бы лайфхака на эту тему. Да, я, кстати, вообще прям не думал об этом, да, ну, то есть ты сказала, что вы прописали там 10 компаний, 20 компаний, 40 компаний, ага, значит, вопрос какой-то системный, ну, значит, что-то не так, там, мотивационный письме, или резюме, и так далее, а тут ты начала про то, что, может быть, вы системно не так заходите. Вот это прямо. Может быть, но может быть, да, извини, что перебиваю, может быть, может быть проблема системная еще, что человек не на то подается. То есть это тоже, у нас бывает это постоянно. То есть, например, человек не смотрит, а кого люди ищут. Они, скорее всего, ищут, ну, у них, скорее всего, в голове есть как бы идеальный кандидат какой-то. И для этого будет здорово поговорить с кем-то из компаний. Вот я поэтому и говорю, что поговорите с тремя-пятью людьми, может, у них уже есть какая-то под вас позиция. Ну, то есть вы об этом не знаете. Прямой способ узнать, кого вы ищете и кто для вас идеальный кандидат. Да, да, да. Можно сравнить, как я похожу или нет. Супер. Прям, ребят, я рекомендую записывать. Так, давай перейдем, наверное, к вопросу. У нас тут еще, от эфира, от этого осталось пять минут. Через пять минут перетодключимся. Вот. Я поехал листать список. Значит, первый вопрос там был от Ольги Доброфеевны. Привет, Ольга. Возможности для джинов и тех, у кого почти нет опыта реального. То есть, есть ли какие-то возможности карьерные для джуниоров? Может, тяжело какие-то? Да, есть, но нужно, то есть, нужно постараться посмотреть и найти. Есть, я сама переезжала, будучи, вот я говорю, я переезжала, у меня не было корпоративного опыта. У меня была стажировка в какой-то большой компании, ну, в российской большой компании. Все остальное, это были такие студенческие, как бы, стартапы, условно. Ну, то есть, какие-то даже я за бесплатно работала, какие-то, как придется, да, мне платили. Но весь ваш опыт считается. То есть, желательно, конечно, если вы совсем джун и без опыта, чтобы у вас уже что-то было. То есть, были какие-то, то есть, все ваши, как бы, сторонние, там, проекты, мини-проекты, какие-то там, не знаю, бесплатные вещи, которые вы делали, они все считаются. Вот люди приходят, задают вопрос. Ой, я там работал неофициально, что для России очень частая ситуация, неофициальная работа. Ну, записывай это все равно в CV и все равно прикладывай. Это тоже же работа. Важно, что это была работа. В трудовую книжку тебя никто заглядывать не будет. Это важный момент. И по поводу стажировок, да, есть стажировки. Я, правда, у нас, правда, не было кейсов, что мы устраивали именно джунов дизайнеров, да, на стажировке, но у нас были кейсы по продакт-менеджерам, которые совсем были без опыта, но у них был опыт предыдущий какой-то, то есть, какой-то рабочий опыт все равно был. И мне кажется, что в основном у людей есть какой-то опыт более или менее. Если вы совсем выпускник, ну, пойдите, попроситесь кому-нибудь бесплатно поработать. Даже бесплатный опыт, он будет вам в пользу, поверьте мне. Супер. То есть, получается, что если у тебя есть опыт, даже если не по профессии, все равно это можно как бы из себя достать, да, выписать это и дальше пообщаться с экспертом, насколько это может быть полезно или нет. Ну, не обесценивать ничего из того, что у тебя есть. Вот. А второе, если ты совсем зеленый, тогда, ну, иди и бери возможности какие-нибудь простые, ну, например, с ребятами, одноклассниками запустить какой-нибудь статап, либо там кому-нибудь заделаться в компанию, вот, либо, на какую-нибудь небольшую стажировку. Супер. Так, поехали дальше тогда. Тут есть частный вопрос, такой вопрос про страховку. Сейчас некоторых моих знакомых вернули, страховку не покроет, якобы другие остались работать, вот такие непредвиденные обстоятельства, как у вас сейчас. Я так понимаю, как с Лондоном. Ну, это частный вопрос, меня может как-то прокомментирует. Страховка не покроет, якобы другие остались работать. Знаете, разные обстоятельства у всех, то есть, я не могу за всех сказать, 50 на 50. Опять же, ковид, это уникальная ситуация, и мне, то есть, эта ситуация, она рано или поздно закончится в том или ином виде. И еще такой момент, мне кажется, сейчас прошла ситуация, когда рынок был заморожен. То есть, вот, март, апрель, май, по крайней мере, в Великобритании, рынок был реально заморожен. То есть, у нас был как раз ментий, без опыта, и мы боялись, что девушка не найдет работу. и вот, как только подняли карантин, ей пришло пять приглашений на интервью. Пять, как бы там, за одну неделю. То есть, у нее вот три месяца была тишина, а потом бах, и все позвали на интервью. Она нашла работу, типа там, за полторы недели. Просто вот была ситуация, ну, полной заморозки. Мне кажется, что сейчас она более или менее прошла, несмотря на то, что у многих компаний, плюс сейчас как бы осень, люди начали нанимать потихоньку, лет там тоже было тише. Я думаю, что много ситуаций и много кейсов, мы, например, знаем о кейсах сокращения, то есть, есть люди, которых сократили, правда, не из наших, как бы, но вот там, у их, например, там, супругов, да, и они ищут сейчас работу, но из всего надо, как бы, выбираться, да, то есть, ну, да, сократили, но это не повод, вот у нас несколько людей сократили, и они быстро, как бы, нашли работу. Я, кстати, сказала, не из наших менти, потом вспомнила, что нет, вообще-то, как бы, пару человек сокращали, и, как бы, мы с ними быстро находили работу, они к нам обращались, потому что им надо было быстро найти работу, потому что там виза горела, еще что-то горело, поэтому, ну, бывает, бывает, жизнь, она такая, разная. то есть, вы саппортите ребят, которые устроились с вашей помощью на работу, да? Ну, мы саппортим, да, то есть, ну, в том смысле, что у нас есть вот эта схема, когда мы сначала не берем оплату, а берем ее как процент от устройства, и вот, да, на ней, ну, то есть, она удобна как раз тем, что вот ты остался без работы, тебе нужно найти работу, и вот мы с этой схемой помогаем, но мы на ту программу берем не всех, а только самых, как бы, мотивированных, готовых работать. Понятно. А, кстати, сколько составляет вот таким программам процент, в основном, на рынке, да, вот у компаний, которые занимаются тоже нету, что? Хороший вопрос, ну, вот, например, у американских таких проектов, у них процент довольно большой, то есть, они берут, например, 10% годовы, от годовой зарплаты в течение 12 месяцев до налогов, да, ну, налоги составляют процентов 40-50, ну, то есть, там, два раза больше, есть компании, которые берут вообще, там, ну, вот есть буткампы, прям буткампы, которые учат чему-то, они берут вообще, там, не знаю, 15-20% в течение какого-то долгого времени, на мой взгляд, это немножко уже, ну, как бы зависит, то есть, если люди именно учатся, то там и, как сказать, там усилия от компании совершенно другие, но риски тоже есть для компании, то есть, для нас тоже риск, как бы, есть большой, и есть еще, ну, вот мы, например, берем 10% в течение 6 месяцев, да, то есть, это полгода всего. До налогов или после? мы брали до налогов, сейчас мы, наверное, тоже будем переходить на после налогов, но как бы пока что, пока что действует до, пока что, да. А, в смысле, до налогов, это значит с полной суммы оплаты? Нет, до налогов, сейчас, извини, после, после, пока действует после, да, я неправильно сказала. Все, я понял. Да, 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 да. Окей, поехали дальше. Если говорить про Европу, английский в приоритете, это вопрос, и есть требования по немецкому языку или местный, или местный другой обязательно. Короче, я так полагаю, что вопрос сводится к тому, что можно ли без английского настроиться в какую-нибудь компанию, например, не знаю, в Германию поехать, да, хорошо знаешь немецкий. Ну, например, если вы там в Германию едете с немецким, но у вас слабый английский, это нормально, но скорее всего вы найдете работу. Но если вы едете, например, в Великобританию, да, с немецким, без английского, ну, скорее всего нет. Ну, короче говоря, английский как бы первый приоритет, но если вы едете с локальным языком, там, не знаю, в Испанию, с испанским, в локальную компанию, то, ну, нет проблем, езжайте. Добро. Так, поехали дальше. Так, слышал, что в Штатах усложнили процесс получения визы, H1B, теперь, вроде как, профильное образование хотят ввести. Можете рассказать про опыт переезда по такой визе, есть ли какие-то кейсы? Я бы сказала, что H1B, это и так была сложная виза и без профильного образования, вот, как бы, она, мы вообще никогда не рекомендовали на нее рассчитывать, почему? Потому что это такая немножко, ну, это лотерея, по сути, и забирает очень много компаний, как бы, гигантов, там, программистов перевозят и так далее. Я бы не нацеливалась, не цеплялась за H1B визу, потому что это реально, ну, повезет, не повезет, лучше делать либо L1 переезд, да, по, то есть, вы поработали год, например, в компании, не знаю, в Европе, и потом в эту же компанию переезжаете в Америку. Этот вариант, он, как бы, легче. И есть еще вариант O1, это, как бы, exceptional talent виза, которая вам дает право работать где угодно, она дает, ну, то есть, вам нужно доказать, что вы экстраординарный талант на рынке. Вот. Но сейчас, я бы сказала, сейчас в Штаты просто сложно, да, то есть, рабочие визы не дают. Я бы сейчас, ну, вот, по крайней мере, я бы переждала еще где-то, ну, полгода точно, может быть, даже больше, пока ситуация, как бы, устаканится. Но их тоже можно понять, да, то есть, сколько люди, ну, то есть, как правительство, я их понимаю. Если бы у меня было правительством, наверное, я бы сделала то же самое, просто потому, что, ну, как бы, есть местный рынок, который, как бы, оказался, ну, очень много специалистов оказалось просто, ну, без работы. Отслеживаешь ли ты, вот, например, в Штаты, да, после локдауна, да, сложно попасть, плюс еще там вторая волна, может, у нас возникнет, точнее, вторая волна уже идет, а вот вопрос по поводу следующего локдауна, да, ожидать его или не ожидать, ну, по крайней мере, вероятность такой отыскуствует. Короче, больше ли стало вакансий на удаленке или нет? Отслеживаешь ли ты вот этот вопрос? Ты знаешь, я отслеживаю вакансии, ну, вот мы отслеживали вакансии, как бы, просто, и вакансий просто стало меньше, прям в разы меньше, то есть, например, у нас там, мы собирали статистику, вот, по топовым компаниям, так называемых Фэнг, Фэйсбук, Эппл, Амазон, Нетфликс, Гугл, до ковида было 26 тысяч открытых вакансий на все эти вот пять компаний, примерно там 26. После ковида их стало 10 тысяч, ну, то есть, как бы, в два, больше, чем в два раза, как бы, спрос упал. Что касается ремоут-позиций, я как бы не отслеживала, но я заметила, что их стало больше у компаний, которые раньше это не предлагали. Ну, например, тот же Фэйсбук, да, они раньше не предлагали ремоут-позиции. Сейчас, если ты к ним зайдешь на сайт, у них будет ремоут, 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 и как бы, ну, скорее всего, это Штаты, да, ремоут, там надо смотреть. Может быть, они смотрят на Европу, а может быть, только Штаты. Но, то есть, те, кто нанимает, мне кажется, легче это сейчас предлагают. То же самое вот у нас, который кейс, да, в Голландии мы устроили девушку, там тоже, как бы, изначально они говорили, да-да-да, переезжай, сейчас они такие, да, ремоут, пожалуйста, заработай. Прикольно. Были ли у тебя кейсы в трудоустройстве на удаленке? Был вот в ковид один кейс. Молодой человек, он остался в России работать, но он работает на американский стартап. Да, в России. Понятно. Ну, там же тайм-зона, получается, ну, очень большая разница во времени. Как они работают? работают, есть много таких, ну, как бы, скажем так, не то, что много, но немало стартапов, например, там, русский основатель, и им вот легче здесь людей нанимать, дешевле, это очевидно, но работают, ну, многие компании так работают из СНГ, но в основном это все в Москве, как бы, в Москве люди сидят. Сложно, потому что, я вот помню, я работала тоже, я жила какое-то время в Сан-Франциско, очень короткий промежуток времени, делала там проект. И у меня есть там знакомый, мы с ним разговаривали, он директор, ну, он не дизайнер, но он вот занимается машин-дерлингом и искусственным, ну, вот и машинным обучением, искусственным интеллектом он занимается. И это прям стартап, у которых вот, у них, кстати, ну, то есть у них прикольный продукт, все классно, и я его спрашиваю, а как вы работаете, команда в Москве? Ну, он написывал мне свой день, что он встает рано, то есть ты встаешь рано, пока Москва еще работает, быстро с ними решаешь там за 2-3 часа все вопросы, они засыпают, ты, в общем, работаешь, 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 и потом в конце дня там ты делаешь с ними, ну, какой-нибудь синг, стендап, еще что-то, еще там на час, ну, то есть час у вас есть еще пересечение. Когда они просыпаются. Да, когда они просыпаются. Ну, то есть, ну, сложно, но многие компании так работают, там, Google, Facebook, у нас вот эта тема с встречами вечерними, утренними, она, ну, она есть, да, она такая, не самая, может быть, приятная часть работы, но что делать? Доброе. Так, скажи, пожалуйста, сразу, где лучше и проще всего отслеживать вакансии? Ой, хороший вопрос. Мы вот задумались на эту тему и мы как бы пытаемся тоже придумать такой продукт, который помогал бы людям отслеживать вакансии. Может быть, пригласим вас потестировать продукт первыми, раз как раз ты спросил. но, да, но можете смотреть, пока сейчас, например, можно отслеживать, есть LinkedIn, который, к сожалению, да, только по VPN доступен, есть Glassdoor, на котором тоже публикуют вакансии, на Glassdoor, и вы можете зарегистрировать, везде, в общем, подключайте алерты, да, как бы оповещения, которые вам будут приносить вакансии. Есть Angel.co, на самом деле у нас есть минутка рекламы, у нас есть Telegram-канал, и вот мы когда-то в Telegram-канале мы прямо собрали все ресурсы для поиска работы в один документ, такой PDF, и там мы написали, ну, мест 15, где можно отслеживать вакансии, и, ну, можно, я могу тебе потом прислать, может быть, ты где-то у себя опубликуешь, реально очень много этих мест, вот. Да, я как раз написал тебе в Telegram-канал. Класс. Спасибо. Спасибо. Так, и еще вопрос, можно обратиться за трудоустройством в любую страну, какую я сама хочу? Вопросы от меня за это? Можно, можно. Другой вопрос, что, ну, то есть, есть страны, например, куда нам легче это сделать, есть страны, где там нам нужно будет подумать, то есть, скорее всего, если вы нам скажете, я хочу в, не знаю, в Африку куда-то, а мы, как бы, ну, не устраивали туда пока никого, то, ну, будет сложнее, но англоязычные страны, там, ну, штаты Канады, например, или, как ее звать, Австралия, Новая Зеландия, вот эти все страны, да, там, Китай, там тоже зависит, но Гонконг, например, Сингапур, это все спокойно, то есть, на самом деле, методика устройства в страну, она везде будет похожа, проблема будет заключаться в, как бы, связях со страной, но даже это решается, потому что люди в одной стране знают людей с другой страны, как бы, шаг за шагом можно найти людей с какой-то конкретной страны, ответили, так, и еще один вопрос, обязательно ли профильное образование, насколько вообще это имеет значение, или смотрят больше на науки? Я бы сказала, что важная вещь, это релевантный опыт, то есть, вот если вы работали в России, не знаю, в нефтяной компании, или там в банке, или, ну, там, в госкомпании, условно я говорю, и вы хотите попасть в какой-то супер-пупер, не знаю, в общем, проект, который вот вообще никак с этим не связан, да, ну, логичный вопрос HR-специалиста на той стороне будет о том, собственно, что вы можете дать компании, то есть, вы своим опытом должны показывать, что вы можете дать, лучше всего, если опыт будет релевантным, например, вы работали там в медиасервисах, да, или в рекламе, или еще где-то, и вот вы как бы туда, в эту сферу и идете, или вы работали там, не знаю, в финтехе, условно, и вы понимаете, вот, пути пользователя, там, финтех-приложений, да, ну, скорее всего, вас с радостью возьмут в финтех такой же, у нас просто были такие кейсы, когда, ну, вот, легче всего, лучше всего люди переезжают, когда они как бы на релевантную позицию переезжают, релевантную своему опыту, то есть, что-то, что они уже делали до этого, образование ни в одном из наших кейсов не сыграло, как бы, своей роли, может быть, единственный, ну, вот, это я, опять же, не про дизайн, а про бизнес-позиции говорю, это, наверное, там, MBA, когда люди пишут прямо вакансии, черным по белому, что мы хотим, там, MBA выпускника, ну, тогда, как бы, ну, наверное, не имеет смысла подаваться, ну, ну, и бог с ним, да, но в остальных, в остальном случае, да, у меня первое образование мое, это востоковедение, да, вот где востоковедение, и где, как бы, product management в Google, ну, вот в двух разных полюсах, да, но это мне не помешало, как бы, поэтому, все возможно, все возможно. Ну, это кросс-культурная коммуникация, да, так очень много, должно быть, плюс ты ездила в Азию. Ну, да, ну, это, знаешь, такое, как бы, с натяжкой, но, да, но я училась, я училась потом, то есть, я добирала, да, курсов, я там училась ходить, мне училась, там, я училась много дополнительно, то есть, я брала курсы, чтобы там себя прокачать, училась SQL-у в, уже в компании, делала, ну, то есть, я как бы это добирала, то есть, это не страшно, у нас есть люди, которые вообще без образования, у меня есть, ну, как бы, менти, которые, вот, у них нет образования официального, и это не страшно, они такие же классные, такие же талантливые, как все, ну, как бы, если не больше, потому что они, как бы, знаешь, они много работали, чтобы компенсировать свое, там, образование, или отсутствие образования. Да, а у вас же у самих есть курс по прокачке технических слов, да, нетехнических специалистов, ну, например, там, для прогрессов? Да, есть, сейчас как раз идет запись, да, есть, но это вот как раз, мне кажется, ну, вот я эту боль видела очень сильно в себе, как бы, что я, у меня, ну, вот, был психологический барьер, я не понимаю, как бы, что от меня, хотя, ну, не то, что даже хотят, а я боюсь, там, задать вопрос, что глупо, что не глупо спрашивать, как бы, что я должна знать, что я не должна знать, там, я должна уметь писать код или нет, я должна уметь, там, не знаю, все сервис поднять, или там API-запрос делать, да, на самом деле, наверное, нет, но я должна это, как бы, понимать, как это работает, вот. Еще расскажи, пожалуйста, ну, что мы еще зафинали, как работает менторство и что это вообще такое? Ну, смотри, если говорить широко, взять менторство, то, наверное, все понимают менторство по-своему, но я, ну, скажем так, это работа с наставником, когда вы идете вместе к какой-то цели, но есть еще там менторство, там, наставничество, как сказать, такое неофициальное, когда люди, ну, не знаю, ты просто общаешься с человеком, например, более опытным, старше себя, там, или более, вот, не знаю, крутым, и он тебе что-то передает, да, но есть менторство, которое, вот, как мы понимаем менторство в нашей, как бы, в нашем проекте, это именно до ведения тебя до какой-то цели конкретно, то есть у нас менторство такое очень конкретное, мы это не сами, наверное, придумали, ну, или, по крайней мере, я там не сама придумала, я когда училась кодить, говоря про вот обучение, навыку конкретному, я была в воткапе, где у меня, как бы, был ментор, и который там созванивался со мной и помогал мне решать конкретно мои задачи, все же учатся по-своему, да, все учатся в своем темпе, не понимают какие-то свои вещи и так далее, и вот у тебя есть там курс, да, но вот на каком-то конкретном моменте, как бы, там, кодинг или, ну, даже, ну, дизайн, да, есть какие-то моменты, которые очень специфичны конкретно тебе, твоему проекту, твоей там задачке, да, и лучше, чтобы эксперт посмотрел и сказал, нет, это все плохо, или, ну, это пойдет, давай вот здесь вот там заплатку поставим и так и поедем. Мне очень понравилось работать тогда с ментором, я поняла, что вот если бы не ментор, я бы этот курс, знаешь, сама бы не хватило мне сил его закончить, потому что он мне служил и дисциплинирующей, и контролирующей функцией, потому что я знала, что так, у меня созвон, я должна быть готова, и значит, у меня мое развитие было вот таким, по шагам, и то, что, как бы мне нравилось, да, там с ним общаться, заниматься, он мне подсказывал, очень много вещей, ну, короче, много всяких функций важных, и мы как бы переняли эту концепцию немножко себе, и, например, если ты говоришь, я хочу, не знаю, вот у нас есть менторы, которые учат тоже там кодингу, да, ну, там все понятно, человек просто осваивает как бы уроки, и там ему помогают, причем он сам идет по своей программе, но вот он застревает, и ему помогает ментор. То же самое касается, например, карьерного развития, ну, просто вот люди говорят, я застрял, хочу повышение, понять не могу, что я делаю не так, и мы садимся, мы решаем конкретные его кейсы на его примерах, то есть это не так, что в вакууме, мы тебе, тебе даем так, книжку почитай, и там все у тебя решится, нет, мы садимся и говорим, окей, ну, давай, посмотрим, не можешь поладить там со своим начальником, ну, условным начальником, тем или дом, что он хочет, давай подумаем, так, а ты что хочешь, ага, и там на самом деле это такая, знаешь, смесь экспертизы и психологии где-то, при том, что как бы мы от менторов не ждем коучингового образования или психологического образования, но мне, когда я начала проект, мне было важно, чтобы они все имели какую-то базу именно по такому экологичному взаимодействию с людьми, без давления, без, там, не знаю, нет, я так сказала, и так, единственный правильный вариант, или там понимание немножко мотивации, скрытых мотивов, механизмов убеждения, и как вообще человек трансформируется на этом пути, поэтому у нас менторы, которые приходят, они проходят тренинг, который мы им даем, и они как бы, то есть они знают, что это будет за работа, что человек тоже проходит путь, и как бы твоя задача его на этом пути довести его из точки А в точку Б. То есть получается у тебя по разным направлениям есть свой ментор, вот там по карьере, там по техническим скиллам, по дизайну, насколько я знаю, там уже пять человек ментор, да? Кстати, я расскажу немножко подробнее. Не, ну я сейчас, наверное, лучше это такая уже как бы частный вопрос, я, наверное, буду лучше рассказывать тем, кому конкретно вот именно он будет релевант. Знаешь почему? Потому что мы, когда человек к нам приходит, мы всегда его спрашиваем, что он хочет, и на основе того, что он хочет, подбирают ментора, подбираем, потому что иногда вот у нас есть, например, там как минимум три-четыре продакт-менеджера крутых, или даже пять сейчас, и зависит, да, какой у человека уровень, что он сам хочет, он хочет переезжать или в России работу найти, он хочет прокачать навык или еще что-то, и там как бы, сейчас мы это делаем руками, может быть, когда мы вырастим, мы будем, не знаю, там платформы, у нас будет это какой-то алгоритм подбирать, но пока мы как бы просто знаем там в лицо людей, и, ну, я вот сама долгое время, я сейчас уже как бы не общаюсь с клиентами, но сама долгое время прям сидела и общалась, и я как бы вот, знаешь, иногда сразу видно, какому человеку человека направить, очень часто бывает, поэтому... Ну, то есть, если, получается, ты дизайнер, просто я перебил к тебе, если ты дизайнер, тогда тебе как бы, ну, не обязательно искать ментора, который дизайнер, да, если у тебя с дизайном все в порядке, а, например, с карьерой затык, вот, тогда ты можешь пойти к ментору, который, во-первых, тебе подходит, как-то так, личностно и психологически, а, во-вторых, который поможет тебе решить вопрос с карьерой. Да, абсолютно, или смотри, если ты конкретно дизайнер, и у тебя страдает вот какая-то часть, приходи именно к ментору-дизайнеру, он тебе сделает такой, как бы, вы с ним полчаса пообщаетесь, то есть у нас всегда есть вступительная сессия перед тем, как люди начинают работать, чтобы вот как раз понять этот психологический матч, потому что, ну, если нет психологического матча, ни ментору, ни менти, как бы, ну, не прикольно, да, надо, чтобы было взаимопонимание между людьми. Ок, понял. У меня закончились вопросы, ребята, если есть еще какие-то вопросы, можете задавать, мы так потихонечку подходим к завершению, в общем, контакт Алины у меня будет, если что, можете у меня вас спрашивать, и плюс, ну, можно подписаться прямо сейчас, наверное, на инстаграм Алины, вот, потому что он в эфире должен высветиться, подписывайтесь, плюс у Алины есть телеграм-канал с вакансами, вот недавно ты мне прислала вакансию интересную спейс-тампу, вот, ну, я закину эту ссылку в наше сообщество внутри, да, значит, сейчас подожди, может быть, я даже найду его и опубликую. Давай, я могу, я могу прислать вот этот список с ресурсами, потому что там много всего, что человек может сам изучить, даже не обязательно, знаешь, то есть у меня есть пост, даже недавно написал на телеграм-канале, прежде чем идти к ментору, поищи сам, ну, то есть поищи, посмотри, там, почитай статьи, если вот, ну, не знаешь, что делать, ну, то есть сделай такую домашнюю работу, а потом ментор, скорее всего, тебе уже, ну, то есть это как бы будет гораздо более эффективная работа и ментора, и тебя. потому что нужно же четко понимать, ну, во-первых, хочешь ты реально переехать, да, или нет, потому что, ну, это конкретный вопрос, такой серьезный вопрос, который нужно решить в начале, воткнуться немножко, поковыряться в этой теме, может быть, у тебя сразу все получится. Может быть, ну, смотри, мы же тоже еще, ну, не только про переезд, а просто там, про поиск работы, например, люди приходят и говорят, я хочу работу поменять, почему? Там, начальник не дает мне расти, самая частая, самая частая причина, мне не дают расти, компания не дает мне расти, и вот мы, вот зачем эти бесплатные, сессии созданы, чтобы, чтобы как бы раскапывать вот такие вопросы, когда начинаешь копать, оказывается, что там не совсем компания не дает расти, а там либо человек не знает, чего он хочет, либо он не спросил, и только там, ну, не знаю, ну, хорошо, в 50% случаев компания не дает расти, но это не то, что компания не дает, у компании просто другие приоритеты, и человек как бы не выясняет, он немножко с такой позиции, ребенка как бы заходит, типа, у меня компания должна прийти, мне не разрешили, да, возможности расти, и ты такой, ну, давай подумаем, вот ты был бы своим, и вот такие вопросы мы тоже разбираем, поэтому там есть, там есть часть, как бы, знаешь, типа, такой, ну, это не психолог, ну, как бы, где-то психология, где-то приведение в чувства, вот так вот, да. так, так, напишите, пожалуйста, сейчас свои ключевые инсайты, которые вас посетили в течение этого эфира, там еще вопросы человеку, можно все-таки про стартап, вопрос нужно конкретизировать, человек с аккаунтом, папа, нижнее подчеркивание, напиши, пожалуйста, вопрос более конкретно, переформулируй, пожалуйста, я благодарен тебе за то, что ты выделила время и рассказала про, ты просто открыл, знаешь, как новую Европу, потому что, ну да, я еще не приглашал специалистов, которые профессионально занимаются менторством, да, то есть с помощью другим специалистам по трудоустройству и реальной практике, в которой все сами эти истории прошли, вот, в общем, Алина рядом с нашим сообществом, да, вот, ну в том плане, что можно всегда попросить ее контакт, можно с ней пообщаться, можно написать, ну и плюс, если я могу тебя включить в наш чат, это было бы здорово, но мы обсудим все. Включай, включай. Все, я тогда, ребят, вас благодарю, спасибо большое, что пришли на эфир, запись будет, Алина, спасибо тебе, тебе спасибо большое, было очень круто. Я думаю, что мы еще увидимся в прямом эфире. Хорошо. Всем пока-пока. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok